Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Рад приветствовать вас на своем YouTube-канале Школа доктора Скачко! Если вы смотрите это видео, а оно не первое, которое вы просмотрели на этом моем канале, значит с наибольшим вероятностью вы приняли очень важное решение в своей жизни. А именно хотите вести более здоровый образ жизни или более правильный образ жизни или более рациональный образ жизни в тех условиях, в которых вы находитесь? И настало время узнать второе очень важное условие, которое позволит правильно вам использовать накопленную современной медициной информацию про профилактику, про лечение, правильное питание, правильное употребление воды и другие факторы, совокупность которых дает возможность жить без болезней и достичь активной долголетия. времени. Иными словами, какое время вы готовы совершать правильные действия для того, чтобы сохранять тот бесценный дар, который вы получили от своих родителей? А именно тот уровень здоровья, который вы получили день, неделю, месяц, год или всю жизнь? Это имеет огромное значение! Да, можно дать возможность своему организму немножко отдохнуть от тех условий, в которых он находился ранее. И неделю, две, три, например, часто этим пользуются, уезжая в отпуск. Выехали в более благоприятные условия, создали организму такие комфортные условия, отдохнули, раздышались, вернулись. И вот тут ваше здоровье начнет опять уходить, как вода сквозь песок. Если же вы понимаете, что здоровый образ жизни или рациональный образ жизни – это не про крустово ложе, где шаг влево или вправо – это расстрел на месте. А это достаточно широкий коридор возможностей, находясь в котором вы здоровье не тратите по пустякам, а вкладываете в удовольствие. Безусловно, можно всю жизнь заниматься либо профилактикой – это и есть здоровый образ жизни, либо лечением. Все равно заниматься, все равно что-то делать. Если вы серьезно нарушили свой уровень здоровья, приобрели болезни и продолжаете их лечить – да, вы совершаете какие-то действия, но в состоянии болезни – это другой уровень здоровья, другое качество жизни. Вы можете целенаправленно совершать какие-то действия на уровне профилактики. И кто вам это мешает делать? В этом случае, да, вы тоже что-то делаете, но совершенно другой уровень здоровья, совершенно другое качество жизни. И вот здесь временной фактор имеет огромное значение. Нельзя, побыв неделю в отпуске или месяц в отпуске, на всю оставшуюся жизнь оставаться здоровым. Да, какое-то время вы будете чувствовать себя лучше, чем до отпуска. Но неужели это состояние кому-то хочется терять? Лучше бы в нем находиться. Поэтому если вы понимаете, что ваше здоровье зависит не только от вашего решения – это очень важно, без него все остальное не имеет смысла, но и от готовности совершать правильные рациональные действия на протяжении всей своей жизни оставаясь здоровым – это прекрасно. Если вы хотите жить так дальше – поставьте лайк на это видео. Если же вы не готовы к таким серьезным изменениям в своем образе жизни, хотите попробовать на коротком интервале времени – не вопрос. Те видео, которые я буду ставить дальше на этом канале, они тоже помогут вам делать более рациональные движения в окружающей вас среде. Чтобы здоровье не терять. Возможно, потом вы захотите это состояние здоровья или более высокого уровня здоровья, более широкого коридора возможностей сохранить и дальше. Это тоже будет опять-таки ваш выбор. Вы хотите сделать это вещество. Эти перемены. Готовность к переменам – она внутри. Хочет человек – да. Нарезать снаружи невозможно. Заставить человека быть здоровым невозможно. Медицина может только заставить его выйти из коматозного состояния различными препаратами. А дальше опять-таки это ваш выбор. Вы вернулись в сознательной деятельности и от вас зависит. Хотите вы опять попасть в кому или в какое-то жесткое нарушение уровня здоровья. Или вы хотите вести более планомерный образ жизни. Который в принципе можно вести особо не напрягаясь. Нужно просто правильно совершать правильные поступки в нужное время. И на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И ожидайте следующее видео, в котором я расскажу какие еще движения вам нужно делать. Для того чтобы ваш уровень здоровья не снижался. А сохранялся как минимум на том уровне, который вы имеете. А может быть даже немножко укрепился. За счет того, что вы в большей степени более правильно будете использовать те возможности, которые есть. Если же вы впервые увидели это видео. Вы просто нашли его как первое видео моего канала. В описании видео есть ссылочка. Вы перейдите на первое видео. Начните просмотр сначала. Конечно интересно читать книжку со средины. Очень интересно забраться в самый конец. Узнать чем закончилось. Но все-таки самый большой интерес это начать с самого начала. Когда вы еще ничего не знаете в этой ситуации. И для того чтобы ее правильно понимать, правильно использовать. Все-таки лучше начинать с самого начала. До новых встреч на моем канале.